Начало наступившего года для славянцев выдалось плодотворным и насыщенным на хорошие события. В начале марта завершился капитальный ремонт детской поликлиники. В Славянске-на-Кубани открыли офис врача общей практики, а вот теперь хорошие новости пришли из станицы Анастасиевской. Там состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса. О том, как праздновали новоселье анастасиевские спортсмены, смотрите в первом материале выпуска. На торжественное открытие нового спортивного комплекса в станицу Анастасиевскую приехали почетные гости. Вице-губернатор Кубани Николай Далуда, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков, депутат ЗСК Виктор Чернявский, глава Славянского района Роман Синяковский. В прошлом году губернатором Кубани была утверждена краевая программа по строительству спортивных объектов шаговой доступности, цель которой – развитие массового и детского спорта. Славянский район в числе первых принял в ней участие. Такая задача стоит и поставлена губернатором – открывать как можно больше таких комплексов, 15 малобюджетных комплексов в год и 10 центров единоборств районных. Поэтому один из таких центров уже открывается. Мы знаем, что программа, которая в целом задана в крае, это планка 55% занимающихся от общего числа. Мы на неё нацелены, чтобы её не только достичь, но и перевыполнить. Малобюджетный универсальный комплекс «Олимп» был построен всего за год. На площади 1200 квадратных метров есть всё необходимое для занятий спортом. Большой зал, раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Стоимость объекта составила 37 миллионов рублей. 20 из них выделено из краевого бюджета, 17 – из районного. Я хочу сказать большое спасибо, прежде всего, угроза за звание, и я хочу сказать, что сегодня, в районе существуют такие программы, как развитие физической мультуры и спорта. Мы вошли в эту программу. Спасибо вам всем за это, при этом спортсменам. Сегодня есть отборы в сельской местности строят такие объекты. С количеством жителей 10, 10, 12, 4 тысячи. Я всем благодарю, уверен, что благодаря таким новым объектам у нас с вами тут новый проект, ради которого я буду. Вице-губернатор Кубани Николай Далуда поблагодарил руководство района за появление такого отличного спортивного объекта в станице. Его строительство – это не только инициатива краевых властей, но и большая заслуга муниципалитета. Вот благодаря этим людям, потому что они не безразличные, профессиональные физической мультуры и спорта, благодаря тому, что они не безразличные, не безразличные, а в ваших работах, есть результаты, мы получили вот этот замечательный спортивный комплекс. Ваш район – лидер профессиональных физической мультуры и спорта нашего края. Если брать взрослого населения, то более 20% населения, проживающих в мультуре и спорта, и 40% детей, которые включаются в школах, в общепознавших школах, занимаются в школах олимпийской мультуре, и немецкой спортивной школах, которые у вас уже вносим на территорию Славицкого района. Вы молодцы! И в целом вы выносите серьезную ремку в развитие физической мультуры и спорта нашего края. Почему? Потому что благодаря таким районам, как ваш, край, 4 года в нырях, уже занимает первое место в России по развитию физической мультуры и спорта. Спасибо вам огромное! Спорткомплексу «Олимп» присвоено имя жителя станицы Анастасиевской Василия Степановича Жевтяка, который здесь работал учителем физкультуры и всю свою жизнь посвятил развитию массового спорта. На празднике присутствовали его родные, для которых открытие нового спорткомплекса было особенно значимым. Такой человек был, который воспитал очень многих здесь спортсменов, которые остались после него, продолжили это дело. И они, наверное, его помнят. А так вообще это очень круто. Большая честь. В спорткомплексе будут заниматься школьники из 17 ближайших хуторов и станиц. Юные спортсмены смогут ходить в тренажерный зал, заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, игревым спортом. Здесь также будут проводиться соревнования. Для болельщиков обустроили трибуны на 200 мест. Удобство и функциональность нового спортивного объекта первыми оценили, конечно же, таки для кого он и был построен. Юные спортсмены. Классно, всем нравится. Конечно, очень рады. Мы долго ждали это открытие. Наконец-то свершилось. Заниматься. Ну, будем заниматься на все 100 и покорять новые вершины, как бы побеждать. Мы вообще довольны спортзалом. Классно то, что у нас в районе развивается, что-то строится для спорта новое. Это всегда, конечно, хорошо. Новое качество. Можно по-другому тренироваться, улучшать результаты. Все для этого есть, я считаю. Ну, в общем, очень классно. Все довольны. Останавливаться на достигнутом в Славянский район не собирается. В планах построить новые спортивные объекты в Петровском и Кировском сельских поселениях. Анна Монастыренко, Георгий Каренин, программа «События».